Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ина, это канал SpeakEasy, и здесь мы учим английский язык. Подписывайтесь на канал SpeakEasy, и будем изучать английский язык вместе. А сегодня у нас 18 урок, lesson 18. И сегодня на уроке мы с вами повторим то, что изучали ранее, чтобы подвести итог всему изученному материалу, потому что на следующем уроке мы с вами начинаем изучение present simple tense. А также сегодня на уроке мы с вами поработаем с текстом. Название это довольно сухое, работа с текстом. На самом деле это весьма увлекательное занятие. В правом верхнем углу подсказка, где вы можете найти словарь к этому уроку. Ну а мы давайте начнем с повторения. Я читаю задание. Circle the correct answer. Обведите правильный ответ. Нам нужно выбрать правильный ответ из двух предложенных. Прочитайте то, что дано вам под цифрой 1, и выберите, какой из вариантов A или B вы считаете верным. Давайте проверять. Правильный вариант – это неопределенный артикль N. Повторяйте за мной на английском. What is it? Что это? It's an email from my boyfriend. Это email от моего парня. Мы выбрали неопределенный артикль N, потому что слово email начинается на гласную. Продолжаем дальше. Правильный вариант – it's. Повторяйте за мной на английском. Where's your ID card? Где твоё удостоверение личности? It's in my bag. Оно в моей сумке. Или оно у меня в сумке. Почему мы не можем выбрать вариант A? Слово is. Потому что это у нас утвердительное предложение. Утвердительное предложение начинается всегда с подлежащего. Затем следует глагол. It's – это два слова, соединенные вместе, сокращенные. It is. Из чего следует, что it – это подлежащее, а is – это глагол. Но, дорогие друзья, если бы мы даже сделали вопрос из этого предложения и поставили is на первое место, у нас всё равно должно присутствовать в предложении слово it – подлежащее, никуда не пропадает. Оно остаётся на своём месте. Помните, мы is выносим вперёд, всё остальное на своём месте. Так как же мы зададим вопрос, если мы хотим сказать «Он в моей сумке?» Is it in my bag? Вот какой бы был вопрос. Поэтому вариант A нам по-любому не подходит. Не только потому, что это утверждение, а не вопрос, но даже и вопрос был бы неграмотный, если бы мы использовали только is. Обязательно it должно быть. Продолжаем дальше. Правильный вариант A – слово our. Повторяйте за мной на английском. We are Mr. and Mrs. Kemp. Мы – мистер и миссис Кемп. Our daughter is in class 3. Наша дочка в третьем классе. Мы с вами изучали притяжательные местоимения. Слово our переводится наше. А слово the переводится их. Поэтому нам по смыслу оно тут никак не подходит. Мистер и миссис Кемп говорят о своей дочери, а соответственно нам подходит только слово our. Продолжаем дальше. Правильный вариант – притяжательное местоимение. Her – это вариант A. Повторяйте за мной на английском. She is American. Она американка. Her name is Julia. Ее зовут Джулия. Или ее имя Джулия. Her переводится ее. Вот почему нам подходит это притяжательное местоимение. А что со вторым вариантом? Нам дано слово his. Притяжательное местоимение. His переводится его. Поэтому нам тут по смыслу никак не подходит вариант B. Продолжаем дальше. Правильный вариант – это вариант B. Husband's name. Повторите за мной на английском предложение. My husband's name is Peter. Имя моего мужа – Питер. Husband's name – это притяжательный падеж. При помощи апострофа и буквы S мы показываем, что имя принадлежит мужу. А что в первом варианте? В варианте A. Получается, если мы прибавили апостроф и S к слову name, то переводится так. Муж имени. Мы показываем, что муж принадлежит слову имя. Ну, конечно, это ерунда. Такого не бывает. Правильный вариант – это husband's name. Итак, я напоминаю, что притяжательный падеж – это такая конструкция, которая помогает нам показать, что что-то или кто-то принадлежит кому-то или чему-то. И мы выражаем это при помощи апострофа и буквы S. Продолжаем дальше. Правильный вариант – very expensive. Очень дорогой. И именно с таким правописанием. Повторите за мной на английском шестое предложение. Эти стулья очень дорогие. Что мы видим в варианте B, который является неправильным? К прилагательному прибавили окончание S. Нет, дорогие друзья, в английском языке окончание S предправляется только к существительным. Только они образуют множественное число. Мы в русском языке действительно говорим «дорогой» для единственного числа, «дорогие» – множественное число. У нас меняется слово, а в английском языке не меняется. Вот к слову «чья» прибавили окончание S. «Чья» – стулья. Обратите внимание на слово «виз». «Виз» переводится «эти». Слово «виз» используется для того, чтобы показать на предметы, которые находятся рядом и во множественном числе. Поэтому «виз чья» переводится «эти стулья». Когда мы хотим показать на предмет, который находится рядом, но в единственном числе, мы говорим «виз». Слово, которое нам встречалось. «виз чья». А вот слово «виз» мы встретили впервые. Итак, это слово для множественного числа, для предметов, которые находятся рядом. Продолжаем дальше. Правильный вариант – это вариант B. «Fast car». Повторите за мной на английском. «A Ferrari is a fast car». «Ferrari» – быстрая машина. Здесь правило такое. В английском языке прилагательное всегда стоит перед существительным. Поэтому, конечно же, fast car, а не наоборот, как в варианте A. А здесь давайте еще с вами вспомним правило об артиклях, если вяжем их в памяти. A fast car – неопределенный артикль «э» – мы используем перед прилагательным, потому что за ним стоит существительное. Артикль «э» относится к слову «машина». И еще одно правило об артиклях – это «Ferrari». Марки машин используются с неопределенным артиклем. Продолжаем дальше. Правильный вариант. Вариант A – слово «hure», которое переводится «её». Повторите за мной восьмое предложение. «That's my sister and her boyfriend». «То моя сестра и её парень». «Hure» – притяжательное местоимение, переводится «её». А что со вторым вариантом? Тоже притяжательное местоимение. «Their» – переводится «их». Поэтому нам по смыслу оно совершенно не подходит. Нам подходит «hure» – «её парень». Посмотрите, вот в начале предложения у вас есть «that's». «То моя сестра». Мы с вами изучали уже, что слово «that» используется для обозначения предмета или лица, который находится на расстоянии и в единственном числе. «That» переводится «тот», «та», «то». Для единственного числа – «далеко». Это слово у нас было в словаре, мы ещё раз его повторили. Давайте продолжать дальше. Правильный вариант «b» – «dictionaries». Именно с таким правописанием. Почему нам не подходит правописание, как предложено в варианте «a»? Потому что по правилу образование множественного числа, если слово заканчивается на «y», как слово «dictionary», а перед «y» стоит «согласное», в данном случае здесь звук «r», конечно, он согласный. В этом случае «y» меняется на «i» и потом прибавляется окончание «es». Вот почему правильный вариант, конечно же, вариант «b» – «dictionaries». Повторите за мной предложение на английском языке. Повторите за мной предложение на английском языке. I have two dictionaries. У меня два словаря. А теперь последнее задание в этом упражнении. Правильный вариант – это вариант «a». Повторите за мной на английском. What are they? Что это? Вопрос мы переводим на русский язык. Что это? Но в английском языке мы четко видим, что вопрос адресован ко множественному числу. На это указывает глагол «a», и на это указывает место имения «they». Повторите дальше за мной ответ. They are credit cards. Это кредитки. Если бы мы дословно перевели, мы бы сказали «они» и кредитки. Мы просто так не говорим. А вот в английском нужно проследить. Если речь идет о множественном числе, то это будет «they». Если бы мы сказали «это кредитка», мы бы сказали «it is a credit card» или сокращенно «it's a credit card». Вот почему здесь нам подходит только вариант «a». Вариант «b» – это вариант для единственного числа. Вот, дорогие друзья, мы с вами повторили правила, которые изучали раньше. Это базовая грамматика. Глагол «m» из «a», притяжательный падеж, притяжательные местоимения и правила об артиклях. Ну а на следующем уроке мы возьмем новую грамматическую тему. А теперь, дорогие друзья, давайте с вами прочитаем и переведем рассказ. Я читаю задание вверху. Прочитайте и переведите рассказ. Давайте будем делать так. Вы останавливаете урок. Читайте предложение, старайтесь понять, о чем оно, затем включайте урок и проверяйте себя. Начинаем. Я замужем, и у меня двое детей. Сын и дочь. Обратите внимание на слово «married». Оно может переводиться «замужем», может переводиться «женат», в зависимости от ситуации. Еще обратите внимание на слово «children». «Children» – это дети. Множественное число, но если мы хотим сказать «ребенок», это слово «child». Это слово будет в словаре, его нужно выучить. Это слово-исключение. Слово «children» – дети. Вы видите, образуется совсем не при помощи окончания «с», как в большинстве случаев. Продолжаем дальше. «Моего сына зовут Гвидо» – это «he is» в сокращенной форме. «He is tall, with dark hair, and he is good looking». Он высокий, темноволосый, или, если дословно, с темным волосом, и он симпатичный. На что здесь нужно обратить внимание? Слово «hair». Мы говорим «волосы», и у нас это множественное число. В английском языке «hair» – это единственное число. Слово «good looking» переводится симпатичный и, как правило, используется для мужского рода. Продолжаем дальше. «My daughter's name is Chiara». Мою дочку зовут Чиара. «She is twenty-one. Ей двадцать один год». Здесь в тексте у нас есть числительные 15, 21, но понятно, что их очень много, и они все разные. Напишите в комментариях, нужно ли посвятить урок тому, чтобы объяснить, как образуются числительные в английском языке. А мы продолжаем дальше. «She is dark too». Она темная тоже. «Is she beautiful?» Она красивая? Вот слово «beautiful» – «красивый», «красивая» – это слово, как правило, относится к женскому роду. «I think she is very beautiful. I'm her mother». «Я думаю, что она очень красивая. Я же ее мама». Вот мы с вами прочитали, перевели этот небольшой текст. Мы постепенно с вами подошли к тому, что, основываясь на нашей базе, на базе знаний английского языка, которую на данный момент имеем, мы уже можем поработать с небольшим текстом. Мы сейчас с вами его прочитали, перевели. А теперь давайте будем отвечать на вопросы. Итак, делаем так. После того, как я говорю вопрос, вы останавливаете урок и вслух отвечаете на него. Потом включаете урок и проверяете себя. Начинаем. Продолжаем дальше. Is she from Italy? Yes, she is from Italy. Она из Италии? Да, она из Италии. Is she married? Yes, she is married. Она замужем? Да, она замужем. Её сына зовут Генри? Нет, её сына не зовут Генри. Is her son 30? No, her son isn't 30. Её сыну 30 лет? Нет, её сыну не 30 лет. Is he short? No, he isn't short. Он низкий? Нет, он не низкий. Is he good looking? Yes, he is good looking. Он симпатичный? Да, он симпатичный. Is her daughter's name Chiara? Yes, her daughter's name is Chiara. Её дочку зовут Chiara? Да, её дочку зовут Chiara. Is her daughter 21? Yes, her daughter is 21. Её дочке 21 год? Да, её дочке 21 год. Is her daughter fair? Её дочь светловолосая? No, her daughter isn't fair. Нет, её дочь не светловолосая. Is her daughter terrible? No, her daughter isn't terrible. Её дочка ужасная? Нет, её дочка не ужасная. Is she beautiful? Yes, she is beautiful. Она красивая? Да, она красивая. Where's Paula from? She is from Italy. Откуда Паула? Она из Италии. И последний вопрос. Where are her children from? They are from Italy too. Откуда её дети? Они из Италии тоже. Обратите внимание на слово to. Это слово переводится тоже, если стоит в конце предложения. Дорогие друзья, ставьте класс, если вам полезен урок. Делитесь с друзьями, задавайте вопросы, пишите комментарии. Ну а на сегодня всё. До следующего урока и желаю вам успеха в изучении английского языка. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok